Всем привет, ребята, и это влог из Ярославля. Первым делом хочу рассказать вообще, почему мы сюда приехали. Дело было так. Я сказала Никите, что просто хочу куда-то вырваться на денёк. И мы рассматривали разные варианты и остановились на Ярославле каким-то так образом. У меня тут была мама, советовала нам очень классный бар. И вы представляете, я звоню в этот бар, а он оказывается закрыт на ремонт. Но на тот момент мы уже забронировали квартиру, поэтому как бы всё равно решили поехать сюда. Не только ради бара, всё-таки мы сюда ехали. Но это не то, чтобы какой-то экскурсионный прям тень, не знаю, разведывать, как тут город, чем живёт. Нет, просто смена обстановки чисто для нас, чтобы отдохнуть, потому что от учёбы просто уже вообще сил нет. И хотелось очень куда-нибудь подальше уехать от неё. Поэтому вот мы здесь. И мы приехали вчера поздно вечером. Заселились в квартиру. В принципе, сейчас уже из неё выселимся. Чисто на поспать как бы. И поедем куда-нибудь завтракать, потом куда-нибудь гулять и так далее. Вот поэтому приглашаю вас с собой. И, кстати, хочу показать вам квартиру. Не так уж и много квартир мы рассматривали, потому что хороших вариантов, в принципе, было мало. Либо слишком дорогие, либо совсем какие-то вообще ужасные. И вот из нескольких штук мы выбрали эту. Она в очень старом доме. Но, тем не менее, внутри тут очень прикольно, приятно. Вот, поэтому сейчас я вам её покажу. Раз уж мы начали тут болтать с вами в ванной, то отсюда и пойдём. Ванная, кстати, очень милая. Посмотрите, особенно мне нравится вот этот уголок. Такое зеркало. Аккуратная такая раковина. Тут полотенчики висят. И тут есть такая книга. В общем, это чтобы не было тебе сильно скучно, когда сидишь на туалете. Тут всякие факты смешные. Мне уже Никита несколько рассказал. Дальше, в общем, полочка около окна. Кстати, всё уже здесь лежало. То есть, когда мы пришли, тут и бальзам, шампунь, гель для душ, салфетки, мицелляр, квадные диски, зубные щётки. То есть, прям вот как в отеле. Хозяин квартиры предусмотрел абсолютно всё, чтобы у тебя всё было, если ты вдруг что забыл. Ну, душ тут так маленький такой совсем. Зеркало, конечно, классное вообще. Я в нём такая ещё худенькая. Не пойму, то ли оно худит, то ли реально худенькое. Ладно. В общем, если начинать сначала, то вот в прихожей. Тут тоже есть зеркало такое. Классное. Как отлипнуть от своего изображения, объясните. При входе вот такой вот диванчик. Вот. Заходишь, входишь на кухню. Тут, кстати, всякие игрушки тоже есть. Поиграть в вай-фай, посуда. А здесь диван, видимо, он раскладывается. Можно здесь поспать, если много человек снимает квартиру. Тут такой вот стол. Ну, то есть, знаете, дизайн недорогой никакой, но, в принципе, вполне себе приличный. Тут всё тоже очень симпатично. Такая аккуратная кухонька. Можно, кстати, тут что-нибудь снять, наверное, красиво или сфоткаться. Вроде симпатичный прям такой вид. Никит, накинете я? Проходим в спальню. Никит, попадёт что-нибудь на YouTube? Итак, дальше проходим в спальню. Тут, в общем, вот такой вот столик. Вот эта модная штука, которая уже везде, во всех Пинтерестах и так далее. Какая-то вешенка. Такая вот кроватка. Такой вот мужчина в подарок тут. Видят? Блин, было намного симпатичнее. Мы тут разобрали, конечно, всё уже. Но, в принципе, понимаете, да, картину? Гармонирует там картина, кровать, телек. Кухня мне больше всего нравится. Кухня прям приятная. В общем, сейчас я буду краситься, потому что, как вы видите, я выгляжу, что не супер. Ну, конечно, стул супер, неплохо. Но можно было бы лучше, потому что мы что-то спали мало. Пока сегодня воскресенье, хотелось бы выспаться. Но мы уж приехали в другой город, не чтобы лежать, спать. Поэтому сейчас соберёмся, поедем на завтрак. И дальше ещё куда-нибудь. Так что погнали краситься. Ну, в общем, всё. Мне кажется, я минут за 10 накрасилась. Многие спрашивали, как я крашу губы. Я сейчас причём их не сильно-то старалась красить, потому что очень быстро красилась. Я использую тинт. У меня лично вот такой. Мне кажется, я его купила где-то на кассе вообще за 100 рублей тысяч лет назад. Он мне очень нравится. Он такой, ну, вот этот цвет. Чего? Почти красный. Получается, что почти красный. Но я думаю, что можно взять вместо него любой другой тинт. Но именно вот этот. Я вообще не знаю, откуда это. Потом идёт карандаш для губ. Я тоже не знаю, откуда этот карандаш для губ. Но как бы любой, который вам в цвет подойдёт, можно использовать. И получается, тут у меня тинт, а потом карандаш для губ и стушёвана. Не сильно аккуратно, но... Ну, не знаю, далека красиво, по-моему. Далека вообще хорошо. Ну, что, тоналка, бровки, реснички и румяшки. Просила Никиту сделать мне чай, потому что я очень голодная. Вчера мы очень поздно уже ужинали в этом баре, и я съела только мидзи, поэтому поедем вкусно завтракать. А пока что я выпью чай. Потом сейчас всё соберу, все вещи. И поедем. У меня такое чувство, что я попала в какой-то Чернобыль. Тут такая атмосфера. Посмотрите, какие тут дома. Мы вообще вот в этом жили. Просто. Ну, то есть я давно такого не видела. Посмотрите, какая машинка. И тут летают птицы, миллион птиц. Наверное, слышится. Они очень громко разговаривают о чём-то. И очень сильный ветер уже второй день. Вон какой-то пакет летает. Короче, какие-то аномальные просто. Вибрации, так сказать. Интересно, интересно. Тут в дома вход. Как бы не подъезд, а у каждого... У каждого своя дверь выглядит как подъезд. Вот это вход в третью квартиру, это вход в четвёртую. У нас вот вот был там. И наши... Вообще, не вписывайтесь сюда. Наш Мерседесик. Сфотографируй, красиво. Машину? У тебя, Анаш. Машину ты хотела? Да, а тебе. Так, видите, я узнала, что в Ярославле бесплатные парковки. Мы просто начали парковаться. Я говорю, а тут бесплатные. А, ну да, воскресенье же. Воскресенье бесплатно. А Никита сказал, что тут всегда бесплатные парковки. Маскачи. Это шёл. Вообще, конечно. Было у нас в Москве когда-то такое. Лет, может, 8 назад. Тоже были бесплатные парковки. Короче, подъехали кафешки. Сладости и гадости. Сладости. И радости. Пойдём кушать. Есть. Никита заказал себе скрэмбл с сёмгой. Вообще, по-моему, очень красивый презент. Чаёчек такой. Какой имбирь? Лимон? Вот это мои сырники. Но сначала-то я заказала себе драники с вососем, они мне сырники принесли. Я их хотела после кушать. Атмосфера детского кафе тут такая. Вот я, кстати, не сильно люблю сильно сладкий десерт. А Никита взял себе медовик. Жопа слипнется. Мне кажется, я люблю только в редких случаях, когда это эклеры и зазбуки вкус. Ну, типа, они прям приторные. А вообще нет. Так что прям сильно сладкое. Я не люблю гасировки. Поэтому у меня сырники. В смысле они тоже сладкие. Вот мы дома готовим. Вообще, сахара почти не добавляем. Когда я готовлю, я не добавляю. Когда Никита, когда это он чуть-чуть добавляет. Тут вообще прям как будто вахнули этого сахара. Вообще, прям. Я ещё думала брать с каким-нибудь джемом или всё-таки с сметаной. Просто что-то называло сметаной, потому что с джемом это было бы вообще. Ему. Тебе как, Никит? А? Как тебе? Вообще, прелесть прикольная. Круто? Да. Мне тоже нравится. Мы путешествуем по Золотому кольцу. По макетам. Здесь сейчас все города Золотого кольца. Мы их обойдём быстренько и выберем, в какой мы поедем следующий. Катриси, конечно, конкретный. Ну, Никит, что-то скажешь по поводу музея? Макета. Не, музей классный. Очень классный. Макет очень поразил то, что, короче, всё это вручную. То есть, красится, вырезается, собирается. Там миллион вот таких маленьких фигурок. Это просто... Это сколько было потрачено. Это ещё с инженерной точки зрения вообще восторг. Никита, вот вы сидите с инженерной точки зрения, а я с какой-то этой такой... Атмосферный, творческий. Очень красиво было, очень. Интересно. Звума с 1 мая. Мы вряд ли мы сюда вернёмся. С учётом того, что смотреть тут как бы три места и всё. Подожди, ну пошли в другую. Вон их, кстати, в церкви. Раз, два, три. Куда ни глянь, церковь. Это когда вы гуляете по центру Москвы тоже. Куда ни глянь, церковь. Вот так можно встать и посчитать 15 штук. В Казани вот я жила, такого не было никогда. Ну, понятное дело, почему. Ну ладно, сейчас пойдём, значит, в другую церковь. В Казани не че есть немного. Ну, фу, конечно, ну понятно дело, уж. Дождик немножко капает, но что-то вообще не сильная проблема. Не то, что прям какой-то дубак, не сказать. Ой, дубак вообще просто жесть. Ветер как в апокалипсисе, мне кажется. Такие пустынные улицы, причём ещё дорогу никого нет. Идёшь прям по дороге. Ну, очень захотелось купить хоть что-то, поэтому мы купили вот такую вот маленькую прелесть. Там шишки, варенье. Должно быть вкусно. Ну, хоть что-то, чтобы сувенир был, зай. Как думаешь? Прекрасный сувенир. Ой, это я Никитину подарила. В кафе мы сидели. Your smile makes me happy. Happy уже. Сбитень. Клюкова, брусника, имбирь, мёд, специи. Тебе, не хочешь попробовать? Смотри, антигрустин. Лист, малины, смородина, мято, чубрец. Тебя грустин наполнишь, что ли? Специи не охотно попробуйся. Что? Не хочешь? Я не хочу. Всё, пошли. Как тебе? Ты же разговариваешь, он разговаривает. Ну, я сказала, очень всё мило. Вон матрёшка большая стоит. Не, на самом деле, очень атмосферно. Типа, очень пусто, мало народу как будто. Как-то... Пройдём же. Прям вот... Я не знаю даже. Россия. Ой, ты Русь, моя родная. Хату в сизах образца. Нет тебе конца и край. Только синь со своими глазами. Ну, только у нас сегодня ветер. Сигний, скорее. Ну, в общем, какой вывод? Можно поехать с Фирославль. Заглянуть в пару цирквушек. Вечером в пару баров. В целом, часть ради баров, если сюда ехать. Ну, и то, не сказать, что тут есть какие-то прям супер места. Но вот одно, которое прям реально приличное и очень раскрученное, и которое прям очень сильно полетит лично нам, да? Мама. Вот этот дудки бар. Ну, он закрыт, блин, на ремонт. Ну, приедем и все еще. Так, на денек действительно чисто заглянуть. Я вообще нормально выгляжу? Я как это? Бабуля. По-русски выгляжу? Хорошо. Как ты смотришь? Принеслось время, что уже все везде к Новому году готовят. Это уже почти середина ноября. Мы уже скоро будем... Ты что свеешься? Нет, точно выгляжу. Но уже скоро Новый год. Уже смотреть Гарри Поттера. Пить Глинтвейн, который, кстати, я вообще не люблю, но надо. Он все-таки такой атмосферный. Мы много чего не любим, но просто надо. Ну, надо, да. Ради атмосферы. Ну, все, мы идем к машинке и отправляемся в спа, да? Потому что Даяна очень любит плать. Потому что Даяна очень любит плать. Спа и Никита. Я ей всегда открываю дверь, а потом как джентльмен обхожу с этой стороны. Потому что по джентльменским правилам должны обходить спереди, чтобы контролировать ситуацию. И то, что все в порядке с вашей дамой. Ну, в общем, мы зашли внутрь. Покажи вокруг. Ну, вообще, некий уголочек турецкого отеля, да? Да, такая. Как будто немножко... Турция четыре звезды. Турция четыре звезды, да, даже, наверное, три с половиной. Ну, без алл-инклюзива. Без алл-инклюзива, но, тем не менее... Даже пар так идет. А как вот, просто выйти сюда голым? Он подогреваемый. Не, я понимаю. Ну, то есть, припешить надо, да? Это подогреваемый бассейн. Да. Блин, ты не взял мне очки, Зай? Не. Блин. Ты куда? А куда? Я просто обожаю плавать в очках. Не упадет, пожалуйста. Я даже не знаю, что он здесь глубокий. Я не подозрел, что здесь есть глубокий бассейн. Блин. Ну, ладно. Никита взял мне самый смешной купальник на свете. Это самый, который мне нравится. Я такой купс. Не знаю. Потому что мы переоделись и пошли. Я, конечно, в мейкапе. Это вообще трэш. Надо было бы, наверное, смыться. Но я подумала, вдруг я сейчас какой-нибудь контейнер буду снимать. Если что, потом умеешь. Да? Да. Не надо, как это. Спускаемся. Осторожно. Низкий потолок. Это не для тебя написано. А? Ну, в принципе, не так уж и сильно. Ну, ладно. Залетай. Ой, там что-то красивое. Смотрите. Там, наверное, хамамы. Вот еще какая-то хамамская штука. Тут зона для отдыха. А, вон еще баня. И вот такой вот бассейн. Не знаю. Холодный, он теплый. Здесь есть. Красиво сделаю. Сейчас что-нибудь поснимаю. Может, тут. Опа. Джакузи. Смотри, он свободный. В джакузике никого нет? Пойдем? Да? Русалка воссоединилась с водой. Ты довольна? Сейчас мы что-нибудь интересненькое поделим. Конечно, я. Нет. Но я ногой на кнопку нажал. Где? Вот там. Все, мы залезли в бассейн. Поплавали в джакузи. Сейчас я пойду смою вот это все сюда. и мы пойдем по хамамам. Вот же, Рахман. И так приятно. Мне кажется, прикольно. Вон там пальма как-то. Да, очень круто. Вот я снял раз, два, три видео. Три-сто тридцать две фотографии. В общем, расслабляемся. Ну все, 20 минут времени я пила у человека, представляете? Вообще, я просто не понимаю, что жизнь блогера. Понимаю, да. Отдыхать. Отключай. Мне очень понравилось. Я, в принципе, люблю воду и спа. И это всегда такой релакс. И отчуждение от внешних проблем. Поэтому настроение после бани, как бы, вот так. И в дорожку. И в дорожку, да. Но он не будет пить. Это я выпью. Это хреновуха. Мы не знали, что ее принесут. Поэтому это мне. Я тут ем вообще не сладик, точнее, уже съела. У меня еще много всего. А Никита захотел прям по-русски. Но я тоже себе суп взяла, на самом деле. А вот и мой суп. Спасибо. В общем, друзья, все. Мы выехали из спа-центра. Я так кайфанула. Просто я обожаю воду. И вот такие вот мероприятия, так сказать. Потом мы сели прямо в кафе, которое было там. У них вывод каков? Нужно обязательно давать себе отдыхать. Какие-то разгрузочные дни. Заниматься тем, что ты любишь. Иначе вообще может казаться, что ты не живешь. Вот мне иногда с универом я так устаю. Мне так надоедает, что мне не ловится кайф, так сказать, вообще от жизни. И мне необходимы такие вот выезды. Ну, все как бы по-разному отдыхают и восстанавливаются в ресурсе. У меня вот это какие-то новые эмоции. Релакс с водой. Вот. Такие фавориты. Поэтому я прям кайфанула. Никите вроде тоже понравилось. Да. Мне тоже очень понравилось. Очень понравилось. И в целом мы выезжаем домой. Ехать нам 4 часа. И уже в 10 часов вечера будем в Москве. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился этот влог. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok